добро пожаловать на мое видео и сегодня это видео будет спасибо машина всем привет я приветствую вас на моем мотивационном видео я выгляжу сегодня как розовая зефиринка это видео я решила снять для того чтобы смотивировать вас на такую небольшую уборочку вашей гардеробной у кого какая гардеробная это может занять весь день а может занять всего лишь один час так что сегодня я возьму вас в увлекательное путешествие в мой шкаф также поделюсь с вами советами как должно выглядеть правильное расхламление мне очень нравится это слово потому что в принципе все что творится у нас гардеробе это можно назвать хламом потому что зачастую ничего не сложено и куча лишних вещей так что слово расхламление хлам я буду использовать сегодня немало но если вы хотите со мной больше общаться то конечно же приглашаю вас ко мне в instagram буду вас там ждать тоже давайте перейдем в мою гардеробную так сказать вообще на самом деле это моя рабочая комната вот такой вот супер минималистичный шкаф покупался где-то два года назад в икеа и здесь у нас немножко хлам не могу сказать что здесь прям нереальный такой беспорядок я хочу чтобы грамотно как-то использовалось пространство потому что место как бы нету а на самом деле его полно и здесь висят вещи на вешалке тоже очень много вещей кстати если вы хотите чтобы все выглядело более организованно то желательно покупать плечики которые одного стиля вообще одного цвета у меня они собраны наверное со всей моей жизни и мне кажется что я все-таки куплю в икеа какие-то однообразные для того чтобы это не раздражало глаза также в икеа покупали где-то полтора два года назад вот такой органайзер который вешается и здесь вот такие вот полочки также не используется так как надо у меня даже есть одно пустое место в икеа буду покупать новые коробочки с отделами когда уже их куплю то я вам покажу как это все красиво будет смотреться и вот это моя любимая зона здесь висят все вещи которые мнутся или всякие курточки думаю здесь немного прибраться потому что здесь висит абсолютно все худи и юбки куртки думаю что здесь тоже можно навести порядок и так я вытащила все свои вещи только теплые и джинсы и сейчас мы будем все это делить на шесть категорий люблю и ношу постоянно надеваю по настроению одежда для торжественных случаев не ношу и вряд ли надену в будущем забыла о существовании и вообще откуда это рваная или с пятнами и первые три категории естественно возвращаются в шкаф а остальные сами понимаете если вы сомневаетесь в какой-то вещи выбрасывать ее или нет то сложите ее куда-нибудь на полочку если в течение трех месяцев вы о ней не вспомните тогда смело можете от нее избавляться пока что у меня получаются такие категории это вещи вообще новые и самые любимые естественно эта вещь я не знаю вообще какой категории и отнести потому что я вроде как и не ношу и она она и не хлам и не хочется носить дом короче это пока неизвестная категория ну джинсы это вещи которые точно я одних избавляюсь и вот эти две стопки это вещи которые я ношу дома в эту категорию домашних вещей у меня добавилось немножко свитерков всяких которые я уже не ношу но они еще в очень хорошем состоянии их можно носить принципе дома вот эти две полочки будут для свитерков потому что они занимают больше всего места вот здесь будут джинсы и домашняя одежда пока что я нормально все рассчитала посмотрим что будет когда я все разложу вообще я не рекомендую вешать свитера на вешалку потому что они растягиваются я уже в этом убедилась какое-то время они у меня висели на вешалке я поняла что они нереально портятся поэтому я решила вот так вот их складывать на полочку лучше всего безопаснее всего и сохраняет вашу свитерку и итак что мы имеем минимальное количество самых нужных вещей без всякого мусор один из лучших советов которые я могу вам дать это не накидывать на полочку слишком много одежды вот когда например вот столько то еще нормально если бы я еще положила вот сюда это бы уже выглядело как хаос и в принципе я бы уже создала какой-то бардачок поэтому вот у меня здесь лежат такие большие свитера плюс мои теплые штанишки все идеально рассчитано вот эта полочка у меня с джинсами джинсы которые я люблю и часто ношу а здесь которые ну как бы люблю но ношу не часто здесь у меня домашняя одежда с этим разделом я закончила во время того как я складывала вещи я избавилась еще от некоторых вещей обычно все происходит именно так иногда нам нужно чуть больше времени для того чтобы понять нужна нам эта вещь или нет вы можете задать себе просто вопрос вам приятно комфортно в ней ходить или вам просто жалко ее выкинуть потому что вы ее купили и месяц назад и она выглядит еще хорошо если вы будете задавать себе такие вопросы то вы очень легко и просто избавитесь от ненужных вещей которые занимают место в шкафу и вы в принципе их не используете вот эти две стопочки отправиться на благотворительность у нас есть тут рядом с домом прям такое место где можно принести свои вещи и возможно они найдут себе какой-то второй дом сейчас у меня на кровати вообще хаос посмотрите сколько здесь плечиков вообще куча одежды и посмотрите что у меня тут это платье с моего выпускного посмотрите какой она красивая мне его специально шили в украине жалко что я его больше никуда не одену потому что она очень нарядная ну и как бы кроме как на свадьбу в принципе я его никуда не одену она у меня висит как на память конечно же от него не избавлюсь будет моей будущей дочки если мне будет дочка ну что ж начнем разбирать всю эту кучу надеюсь что хотя бы несколько вещей я отсюда выкину потому что в гардеробе места вообще нету эта штука очень классная и заказывала еще на алиэкспрессе вроде бы думаю вы знаете что это такое такое крючок и тут есть очень много таких отверстий для того чтобы вешать много вешалок пока что для меня она не очень круто работает потому что у меня все равно очень много вещей но если у вас не так уж много вещей то все очень красивенько можно так повесить и вот у вас больше места надеюсь вам не мешают листочки пальмы в кадре мне кажется так очень даже мило смотрится у меня вообще нет места в комнате поэтому я поставила камеру в самый угол дальний и здесь у меня шарфиком у меня отдельная любовь посмотрите что у меня тут творится это конечно очень сложно избавиться от хороших теплых шарфов но половина из них я просто не ношу и использую наверно уже несколько лет было мне какое-то время когда я вижу шарф и его покупаю вижу еще шарф и покупаю просто красивые все а потом не не пользуюсь ими не знаю почему но было мне такое время странное сейчас я на них смотрю и не понимаю вообще зачем я их покупала зачем для чего я сейчас прям немного в шоке я вспомнила такое время в школе примерно пять лет назад когда я не знаю была ли такая мода или нет или возможно только у нас в школе но все носили вот такие вот шарфы именно круглые и когда кто-то приходила вот так вот с круглым шарфом на нее смотрели как на какую-то модель которая вообще так круто и классно оделась и все стремились так одеваться я помню как я кайфовала от того что ничего себе у меня эти круглые шарфы и это так красиво смотрится напишите кстати в комментариях если у вас было такое время когда было в моде носить круглые шарфы и не знаю вообще как это назвать напишите если вы тоже ходили в таких шарфах мне просто интересно если это было только у нас в стране и в школе и вообще все так ходили раньше теперь мне кажется выглядит все намного лучше и только те цвета вообще которые мне нужны и подходят думаю уже все выглядит намного лучше не слишком много вещей и пока что у меня плечики я выбрала такого примерно черно-синий оттенок так не было слишком много цветов и хаоса в глазах вот так вот можно сделать больше пространства и в принципе если только три вещи то это нормально вот посмотрите сколько места сэкономилось для каких-то новых вещичек у меня есть еще один такой крючок я думаю может быть я еще какие-то вещи сгруппирую помните да сколько здесь было этих плечиков это какой-то кошмар а сейчас и выглядит прямо супер осталось разобрать вот эти ячейки как-то правильно рассчитать место так рада что нашлись вещи от которых я должна избавиться потому что вы знаете правило когда вы избавляетесь от старых вещей то у вас появляется место для но ура я закончила и посмотрите какой у нас результат потрясающий у нас есть даже почка в которой есть немного места дополнительного я из будущего могу похвастаться плечиками которые я купила вике посмотрите как сразу красиво организованно прям радует глаз очень понравились именно деревянные такие смотрится как-то более по-натуральному что ли и железные крючки и вообще отдельная любовь особенно железные крючки и такие тоненькие хороши для вот такого вот длинного крючка потому что сюда легче всего она заходит в общем здесь у меня летние вещи которые я ношу на повседневной основе здесь у меня всякие джинсы и шорты домашние тут у меня домашняя одежда здесь всякие худи и толстовки и здесь еще одна толстовка и такая ветровка которая у меня если вы понимаете о чем я она сложена в такой пакет даже никто не додумается что здесь находится ветровка которая сложена вот в такой вот карман здесь такая полочка для аксессуаров и мои топы наши шапки кепки всякие и тканевые мешочки от mclaw очень удобно я их храню здесь потому что это для меня прям как вещь там можно складывать все что угодно чек-лист по идеальному расхламлению осталась одежда которая носится и любимая одежда сочетается между собой все вещи хорошо на мне сидят и подходят по стилю нету вещей в которых я чувствую себя некомфортно и некрасиво на москве на москве на москве все обычно вешают сюда такие красивые свитера платья я вешаю только то что мне нужно здесь и это следующая остановка это моя тумбочка моя очень любимая тумбочка в которой находится все что можно только пожелать я думаю что вот это вот все я спрячу внутрь и здесь будут стоять у меня новая красивая лампа которые куплю вике здесь лежит вообще все что только есть и книги и всякие преднадлежности для компьютера я думаю что надо здесь какие-то ячейки положить здесь у меня кстати сценарий советами по всем этим даже не видно моего макбука который здесь лежит бедненько здесь уже более-менее все понятно если мне всякие увлажняющие крема бальзам для губ пауэрбэнки наушники пульт от проектора здесь более крупные компьютерные преднадлежности и всякие кабели мне кажется очень даже неплохо смотрится здесь у меня всякие книги планеры блокноты тут у меня ручки и чехлы для телефона дополнительный кошелек и кошелек с мелочи вот так выглядит тумбочка еще раз повторюсь здесь будет новый светильник потому что этот старый я его покрасила там где светит лампы немного изменился цвет и она уже не золотая можно дополнить мою красивую тумбочку магбука ну чтож это все на сегодня я убиралась несколько часов жутко устала ноги не чувствую внимать и убирать это не так уж и просто но я надеюсь что я вас мотивировала на такую же уборку и расхламление гардероба ваших вещей пишите в комментариях если вам понравилось это видео и если вам нравится вообще смотреть такие более живые влоговые видео а я буду с вами прощаться и мы уже очень скоро с вами увидимся